В ринге Центра единоборств участники всероссийского открытого турнира класса А по кикбоксингу. Команды выходят на торжественное построение. Я хотел бы пожелать всем участникам турнира, организаторам, гостям, зрителям, чтобы получили огромное удовольствие от этого прекрасного вида спорта, который развивается в нашем регионе. Хотел бы отдельно поблагодарить федерацию кикбоксинга Российской Федерации, которая дает нам для проведения подобные турниры и соревнования уровня Министерства чемпионатов Российской Федерации. И в начале турнира, пожалуй, самый интересный поединок – все внимание к девушкам в ринге. Эта встреча титульная. Спортсменки разыгрывают чемпионский пояс в разделе К1. Все три раунда отработали и одна, и другая на все 100. Интерес к этому спаррингу велик еще и потому, что в борьбе, в самом жестком разделе кикбоксинга, сошлись представительницы разных видов – муай-тай и кикбоксинга. Девять минут бескомпромиссной борьбы, и арбитры оглашают решение. Победу одержала Романа Анастасиевна. Было тяжело, потому что чувствовала, что не хватало немножко дыхалки. Начала уже разогреваться только ближе к третьему раунду, в конце второго. Поэтому первый раунд я отработала так себе, потому что даже по кикбоксингу – это первый мой бой, потому что в основном я стреляю в сутки – это такая китайская мобоксинга. Одна за одной меняются пары. Отборочный этап в этом году солидный. Из 312 спортсменов до финалов дошли только 24. Кубок Ермака – турнир разноплановый. Здесь можно увидеть поединки сразу в нескольких разделах кикбоксинга. Семиконтакт, лайтконтакт, фуллконтакт, К1. Состязания с большой историей. 2014 год собирают сильнейших спортсменов России и ближнего зарубежья. За медали в этом году бились кикбоксеры из 8 регионов страны и Республики Казахстан. Турнир популярен. 14 лет – это уже история. И здесь уже, я смотрю, из Кавказа начинают команды подъезжать. С Москвы, я думаю, из Питера на следующий год будет. А уровни соревнований? Прежде всего, это, конечно, о честности судейства. Если на любом соревновании будет честное судейство, то, естественно, тогда будут приезжать и спортсмены, и руководители. В завершающий день Кубка Ермака состоялось 14 финальных встреч. Каждая по-своему драматична. Где-то в борьбе за золото сошлись опыт и молодость. Увидели болельщики и представители тайского бокса, рукопашного боя карате, которые соперничали за звание чемпионов в кикбоксинге. Регламент турнира позволял участие и таких спортсменов, только при стопроцентном соблюдении всех правил турнира. Так, в финале веса до 75 килограммов руку подняли рукопашнику Владиславу Горбачеву. Я занимался 9 лет этим видом спорта. Я нигде не выступал. И вот Серик Китиваевич, Севгувка, мой наставник, он как бы позвал меня на эти соревнования, спросил, хочешь выступить? Мне он сказал, да, конечно. Ну, а не боялся, что здесь более мастеровитые, профессиональные спортсмены будут? Нет, я сам являюсь мастером спорта, поэтому нет. По итогам трех дней Кубка Ермака на счету амичей 52 золотых и столько же серебряных медалей, а также 64 бронзы. И этот результат позволил нашей команде занять безоговорочное первое место в общекомандном зачете. Вторыми стали гости из Казахстана, а на третьем месте расположилась команда из Новосибирска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова